Уточнение исковых требований Уважаемый истец знал, не знал о наличии соглашения между банком и обществом с ограниченной ответственностью Кристалл, в рамках которой удерживается комиссия? Не знал и знать не мог Уважаемый суд, с учетом ответов банков мы видим, что на настоящий момент кредит погашен полностью При том, что представителям истца или бойцам каких-либо чеков, доказательств оплат по данному кредитному договору представлено не было То есть фактически он не понес никаких убытков, он не заплатил никаких денег по данному кредитному договору То есть той суммы, которая была перечислена нами, я так понимаю, хватило слегкой, чтобы погасить данный кредитный договор Потому что кредитный договор действовал всего несколько дней Момент оплаты наступал по кредитному договору 26 апреля 2023 года Погашена сумма была 212 507 рублей 19 апреля То есть даже до истечения срока необходимого в связи с законом о защите потребителей 10-дневный срок Обязывает нас вернуть денежную сумму Та сумма, которая была перечислена банком, данная сумма была возвращена банку Каких-либо других сумм банк не изыскивает И учитывая то, что они пишут, что на данном этапе заемщик полностью погасил свои обязательства перед банком Я не понимаю, о каких убытках идет речь Помимо этого, в соответствии с 32 статьей закон о защите прав потребителей Все верно, потребитель имеет право в любой момент отказаться от услуг Отказаться от договора на выполнение услуг При этом он несет убытки, которые понес исполнитель этих услуг В соответствии с 32 статьей Я не совсем понимаю, на основании какого нормативного акта пытается, естественно, взять денежные средства Опять же таки, не оплачивая ничего То есть никаких затрат он не понес по этому кредитному договору Мы считаем, что в исковых требованиях необходимо отказать полностью Вам-то вообще известно о наличии соглашения, о котором указано в отзыве О том, что есть определенное соглашение, в рамках которого удерживается комиссия Уважаемый суд, все торговые организации Мы, коммерческая организация, торговая организация Они все заключают соглашения с банками Которые предоставляют услуги кредитования Либо услуги рассрочек Конечно, есть соглашения Хорошо Но почему тогда сумма кредита указана иная? Вот 227,500 подписал истец Кредитный договор на такую сумму Она же, я так понимаю, была определена с учетом стоимости услуги? Все верно, уважаемый суд Она определена с учетом стоимости услуги В случае, если бы истец воспользовался этими услугами Медицинскими услугами нашей организации Мы бы возместили эти, скажем так, проценты по соглашению Своими услугами Но на данный момент мы просто не понимаем На каком основании мы должны терять свои деньги На каком основании мы должны внести убытки Мы не отказывались от исполнения договора Мы не нарушали сроки исполнения договора В апреле, в начале апреля был заключен договор 12-го числа уже поступило нам уведомление о расторжении договора 19-го числа мы денежные средства перечислили На каком основании, где нарушение законодательства с нашей стороны было В чем? Деньги мы вернули Истец не поднес никакие денежные затраты По исполнению данного договора Он ни за что не заплатил Это все получается на бумаге фактически Я все равно не могу немножко понять Почему изначально Уже тогда договор был на другую сумму На 227 500 Из чего она тогда сложилась Почему в итоге Только 212 507 рублей поступило Ведь начнем же с того Что если бы истец не отказался от договора И продолжал бы все-таки пользоваться Вот вы говорите Мы бы вот эту комиссию Ему бы компенсировали Стоимостью каких-то Это больше права, не обязанность Нет, подождите Когда человек к вам обратился и говорит Мне нужна услуга Вы говорите Да, хорошо Мы определили Что для того, чтобы восстановить его здоровье Потребуется 227 500 Он на эту Какая-то же смета была составная Конечно Неастрахтная сумма Уважаемый господин А почему же тогда в итоге-то Получается, что Истец-то вообще был информирован О том, что часть этих средств Это комиссия Которая Вообще по соглашению между вами А не с ним Уважаемый суд Всегда информирует клиентов О том, что Иногда банк еще взимает Денежные средства Как смс-информирование Тоже такое бывает Но это прям вечно Я понимаю Это уже отношение между банком И кем-то Уважаемый суд Истец был информирован О чем? О соглашении между вами и банком? О том, что будет изъята комиссия Ну, по соглашению между вами и банком А где тогда это уведомление? Уведомление кому? Кондарева О том, что С кредита, который он берет на себя На определенную сумму Будет удержано Что это все не наличие Что частично это будет комиссия Я хочу заметить, что Опять же, я не совсем понимаю вопрос Почему? Потому что на данный момент Кредит закрыт полностью Естественно Понятно, что он уже закрыт Да Вот хотя Ну, а если бы он не был закрыт Вот Получается, что? Сумма где-то 227 500 Получается, да? Она идет на покупку конкретного товара Стоимость товара Вот здесь, по-моему, даже это тоже оговорено Она также равна 200 Вот Сумма кредита на оплату товара 227 500 Ну, здесь нет того, что стоимость товара, например, 212 Я понимаю Если мы будем гипотетически рассуждать Ну, опять же, на судебном заседании Ну, если бы же не случилось То есть, истец не понес никаких убытков За что мы должны заплатить 14 тысяч? Вот эти 14 500 За что? Где чеки? Вы у меня спрашиваете Ну, воздух, это риторический вопрос Где чеки, доказательства оплаты Что истец что-то заплатил Я не очень хорошо понимаю, почему я должна пояснять Если кредит погашен полностью И хватило тех денежных средств Которые перечислили мы банку На данный момент кредит закрыт В соответствии с пояснениями банка Мало того, там еще 9 рублей осталось На счете Поэтому, ну, как бы Истец не понес никаких потерь За что и 14 тысяч С чего вы взяли, что мой переверитель Не оплатил деньги в покошении кредитов? С того, что в материалах дела Отсутствуют чеки Доказательства оплаты Суд рассматривает по тем материалам Которые предоставляют в сторону Выписка банка 17 735 рублей 69 Давайте я вам это просто скажу Не спрашивайте, я вам отвечаю Это списание Если вы не понимаете дебет-кредит Ну, как бы Я, возможно, что-то не понимаю Но еще раз я говорю Что если банк вам перечислил Определенную сумму Вы эту сумму должны вернуть Есть у него чеки Нет у него чеки Каким образом он решал вопрос Со своим банком Не имеет никакого отношения Вы получили 227 тысяч Верните 227 тысяч Только возвратить предоплату Предоплату не была оплачена Внесена Ивцов Ну, как же не было Внесена Денежные сделки Внесена 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 Уважаемые представители Страт Давайте не нужно Скорить Я вашу позицию Абсолютно прекрасно поняла А также я поняла Пояснение представителя Отечка Человек только заключил договор Он еще даже не воспользовался Услугой Ничего еще не сделал А с него уже требуют Какую-то там комиссию Которую Они должны нести В рамках каких-то своих Отношений между банком Так вам-то вот сейчас Известно о том, что Закрыл кредитный договор Или нет? Согласно выписке Кредитный договор Закрыт Это перечислил Мой доверитель Иначе кредитный договор Не закроется У него сейчас на счету Даже чуть-чуть больше суммы Он переплатил Он погасил кредит Он заплатил 17 тысяч 735 рублей 69 копей Это он заплатил Из своего кармана Поэтому Верните эти деньги По ответу Который представлен Написано Статус договора Завершен 7.06.2023 года Да? Да Вот когда он внес Вот эту сумму 18 тысяч 735 рублей 69 копеек Это как раз Со всеми начисленными Процентами Уважаемые представители Аплитчика Вы говорите Да О том, что После получения Заявления Возвратили Ту сумму Которая вам поступила Вот 212 507 75 Вот согласно Выписке Здесь она Есть Сейчас Погашение Задолженности Оплата Процента Есть Пожалуйста С этой Выписки Вот она В апреле 19 апреля На порт Нет Видите Да Это Возврат Оплаты В связи с Следованием Клиента 212 507 75 Это то, что Вы возвратили А еще Вы какую-то сумму Возвращали Нет Позже Вот А получается Что если Посмотреть Вот эту Выписку То Дальше Идет Погашение Задолженности По договору Я так понимаю Они взяли Вот эти 210 тысяч На погашение Оплата Процент Погашение Задолженности 075 Задолженности Зачисление Платежа 075 Зачисление Платежа 17 Погашение Задолженности По договору 17 Оплата Процентов 17 Погашение Задолженности Я не поискнула Видите Какие здесь Еще идут Суммы Поэтому не спрашиваю То есть у вас Был один Только платеж На 212 Это точно Но здесь Я так понимаю Что они Видимо С этой суммы Вот это Идет списание Вот это Списание Давайте таким образом Уважаемые Представители Позволяет ли у вас Доверенность Обратиться в банк За получением Подробной выписки По счету Чтобы они вам Указали Какую сумму Процентов Была погашена Именно Кондаревым Очень сложно Понять Кто Что тут Наносил Здесь есть Какие-то счета Но нет Наименования Лица Который Чего-то Оплатил И может Тогда Как раз Будет понятен Размер Процентов Уважаемый суд Вот Если Вот эти банки Не могут Суду Предоставить Информацию Представляете Как это Будет сложно Получить Даже мне При наличии Доверенности Мы Очень много Раз У нас Уважаемый суд Еще раз Не надо Мне предупривать Я поясняю Уважаемый суд Я считаю Что если Есть необходимость Разобраться В этом Давайте Сделаем Еще раз Перерыв Но Надо Сделать Таким Уроком Чтобы банк Предоставил Нужную информацию Я не вижу Там ничего Непонятного От кристалл Было Возврат 212 тысяч Я пояснение От ответчика Услышала Что 212 тысяч Больше Какие-то суммы Вы не возвращали Насколько Я знаю Нет Не присаживайтесь 17 тысяч Там С чем-то Это уже Мой доверитель Внес Из своих Личных Денег Какие доказательства У вас Выписка По счету Есть У вас есть что-то Обратное Вы что-то Свое Внесли Уважаемый суд Мы предоставили Доказательства Поступления Доказательства Оплаты Я бы хотела Увидеть Например Да Какие-то чеки Доказательства Что оплачивали Чеки Не обязательно Кранить Наверное Вам известно То есть Вы оспариваете Тот факт Что это неестественно Представьте Тому доказательства Мы не оспариваем Факт Но мы не видим Доказательства Внесения Этих денег Ну а выписку Которую Банк представил Вот в том виде Который она есть Да А поскольку То есть Есть информация Что кто-то Какое-то Третье лицо Счет погашения Этого договора Ну так Если вы С этим не согласны Вы должны Представить Тогда соответствующие Доказательства В соответствии С 56-й Который Уважаемый суд Мы самое главное Услышали Что ответчик Говорит Что мы Заплатили Один раз Вот эти 212 Кто Когда И что Там третье лицо Мы доверите Кто угодно Мог вносить Эти деньги Даже чек Это ничего не доказывает Есть кредитный договор Есть график платежей Есть выписка По счету Вот Кредитный договор Погашен Деньги внесены Третьей стороной Это может быть Мой доверитель Это может быть Его супруга Могу быть Я Кто угодно Сам факт Что кредитный договор Закрыт Деньги Были Внесены Эти деньги Были Внесены Не Ответчиком А кем-то Другим Доказывать Достоверность Выписки Какими-то Чеками Я считаю Нецелесообразно Уважаемый суд Мой клиент Обратился В стомоологическую клинику Заключил Соответствующий договор Никакие услуги Ему не оказывались Пришел домой Пришел к выводу Что договор Ему этот не нужен Передумал Буквально На следующий день Обратился ко мне Максимально быстро Мы провели Все необходимые процедуры В том числе Подали уведомление Об отказе от этого договора Им был получен кредит На сумму 227 500 рублей Соответственно Банк эту сумму В счет оплаты Услуг Перечислил В стомоологической клинике Что указано В платежном документе Который предоставлен По запросу Услуга Которая была По кредитному договору Она была оплачена В полном размере В размере 227 500 рублей Какие-то Имеются у них Взаимоотношения Между банком Для стомоологической клиникой Мой доверитель Не знал И не мог знать Об этом Просит вернуть Ту сумму Которую по кредиту Перечислили Ответчику Однако Ответчик Вернул Не всю сумму Соответственно Моему доверителю Пришлось Из собственных средств Погашать Разницу В том числе С процентами В размере 14 992 рубля 25 копеек Просит Взыскать С ответчика Денежные средства Которые не были Возвращены по предоплате Взыскать компенсацию Морального вреда И взыскать штраф Потому что добровольно Это не было Исполнено Со стороны ответчика Ответчик признает Что никакие работы Не оказывались Основания для удовлетворения Исковых требований Имеются Мы возражаем Против Исковых требований Все верно В рамках Исполнения Своих обязательств Заказчик Услуг Имеет право Отказаться От договора От исполнения Услуг Чтобы не предоставляли Суд У нас Статья Вторая Закон о защите Прав потребителей Четко указывает Что в таком случае Потребитель Несет убытки Которые понес Исполнитель По данному договору Исполнитель Несет убытки В случае нарушений Каких-то Доказательств Нарушений Со стороны ООО Представл Не представлены От договора Мы не отказывались Мы до сих пор Не отказывались От договора Денежные средства Мы вернули В полном объеме Те денежные средства Которые поступили На наш расчетный счет По сути своей Мы ничего не удерживали Потому что Эти денежные средства На наш расчетный счет Не поступались Эта комиссия Была изыскана Банком Соответственно Считаем Что по 32 статье Закон о защите Прав потребителей Данные убытки Должен нести Заказчик услуг Поскольку он В добровольном порядке Отказался От договора На оказание услуг Все Считаем Что Высковые требования Нужно отказать Мы не нарушили Ничего Услуги Услуги Не были Оказаны На самом деле Не были Оказаны Но опять же В условиях Отсутствия Пациента Оказать Медицинские услуги Невозможно Считаем Медицинские услуги